Лето, пора отпусков и отдыха. Многие уезжают в теплые края, кто-то просто на дачу или в деревню, а квартиры остаются без присмотра. Этим и пользуются злоумышленники. В нашем городе в последнее время громких ограблений не было, сообщают сотрудники управления МВД города Чебоксары. Скорее всего, это результат профилактической работы с населением. Но все же с начала этого года в Чебоксарах зарегистрировано 70 проникновений в жилище. 34 преступления раскрыто. Как обезопасить свой дом от нежданных гостей, в нашей съемочной группе рассказали в управлении МВД. Правоохранители условно делят кражи на две группы. Профессиональные и совершенные по случаю. А случаи бывают разные. Чаще всего нерадивые жильцы сами оставляют открытыми двери и окна. А случайные гости не могут пройти мимо того, что плохо лежит. Видят открытую либо приоткрытую дверь, заходят, берут, уходят. В соответствии с действующим уголовным кодексом, это деяние тоже квалифицируется как кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, даже несмотря на то, что дверь была открыта либо приоткрыта. В начале года в Чебоксарах была задержана группа так называемых профессионалов квартирных краж. На ее счету было 8 преступлений. Профессионалы-злоумышленники месяцами могут готовиться к ограблению, присматриваться к квартире, к образу жизни ее жильцов. В общем, делать все, чтобы осуществить свой коварный план – забрать чужое. И поймать их не так-то просто. По словам оперативников, большинство профессиональных краж совершаются путем подбора ключей. С января 2013 года по сегодняшний день на территории города Чебоксар совершено 47 таких преступлений. Но обезопасить свое жилище все же можно. Для этого от людей требуется больше бдительности. Закрывать двери на все замки, при появлении подозрительных лиц в подъезде сообщать в полицию. А также тщательно выбирать замки для квартиры. В фактах таких, чтобы у нас взламывали непосредственно дверь, выдергивали или каким-то иным механическим способом повреждали, я, по правде сказать, не припомню. В основном, конечно, идет подбор ключа. Поэтому, когда наши граждане заказывают, допустим, дверь устанавливают, либо приобретают квартиру с уже установленной дверью, безусловно, хотелось бы им посоветовать произвести замену замков. В замену замков, значит, либо хотя бы личинки замков поменять, сделать это лучше собственными силами. Защитить свою квартиру помогает и видеонаблюдение, установленное не только около подъезда, но и внутри. Такая практика действует во многих домах города. Не лишними будут и услуги вневедомственной охраны. Когда квартира находится под сигнализацией, преступники, скорее всего, обойдут стороной жилища, оборудованное красным индикатором. В летнее время манит преступников не только квартиры. Участились случаи кражи велосипедов на улицах города. Таких преступлений больше зарегистрировано в северо-западном и новоюжном районах. Обычно злоумышленники перекусывают кусачками тростики замков и часто забирают велосипеды, которые оставлены без присмотра. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.